Уравнение предстоящее, вот сколько у нас в программе сказано. А вот это и есть уравнение, которое позволяет суммировать члены логарифма единиц на х. То есть мы его не будем писать? Не будем мы его писать. Ну, может быть, на семинарах что-нибудь скажет Алексей Викторович. Может быть. Как Вы, значит, контролируете меня? Молодец. Правильно. Делаете. Да. Голоскарь у Вас нужен. Так. Ну что, начнем, что ли? Да. У нас при больших передачах отличие от электродинамики, это только, ну, другое поведение от квадрат, то есть растерян констанции, и самодействие глионов. Вот. В электродинамике мы от квадрате зависимы, ну, вычисляем просто из наточного элемента. А здесь, ну, нужно рассматривать как будто это интегральное уравнение, это вот следствие вот этого отличия, да? Да нет, дело в том... Нет, нет, конечно, не совсем правильно. Дело в том, что в электродинамике, да, константа связи, хоть она и растет в области больших квадрат, да, Ну, и, конечно, в принципе, есть там полис ландавы, когда непонятно, что делает. Но, когда констанция становится, вообще, без количества вращается, да, Ну, это, так сказать, проблемы, внутренние проблемы электродинамики. Но при достижимых квадратах, достижимых передачах, все равно альфа-с, она очень маленькая, очень маленькая, понимаете, альфа-альфа, тьфу, тифунный язык. Альфа-то маленькая, электродинамическая. Вот она растет, растет, не дошла, доросла от одной сто тридцать седьмой до при нулевых квадратах, при нулевых передачах выпусах, она доросла до одной сто двадцать восьмой при квадратах, равного МЗ в квадрате, правильно? Ну, одно сто двадцать восьмое, это очень маленькая, все-таки, лечена, правильно? Я же еще на пиры снимите. Ну и что? Ну, а суммирование идет, грубо говоря, по альфа-с от ку-квадрат, умножить на логарифт ку-квадрат, да? Но все равно это очень маленькая лечена, понимаете? И не надо суммировать. Поэтому в электродинамике мы ограничивались первым членом разложения, да и все. А здесь альфа-с-то, оно большое, да? Альфа-с большое. То есть, поведением альфа-с от ку-квадрат? Ну, даже при... оно падает-то медленно ку-квадрат, альфа-с ку-квадрат, оно падает, но медленно, да? И даже при ку-квадрат, там, я не знаю, на тело-троне, то альфа-с оно какое-то. Чему там оно должно, альфа-с? Ну, у нас тут, у нас там. А? Маленькая. Ну, и очень маленькая. Ну, вот смотрите, альфа-с при массе, скажем, с-кварта, да? Это 0,2, да? А вот бывает каким образом? Значит, логарифмически бывает. Ну, поэтому, значит, лябли ку-квадрат пусть считаем, сколько? Ну, 100 маев, да? Значит... А? Клогарифм 800, там, типа, 50. Ну, что это такое? Альфа-с всё равно не очень маленькая. Поэтому, всё равно надо... Суммирует, да ведь... Да? Эволюция-то ведёт... Мы там... Уравнение... Понимаете, ежели бы мы... Ежели бы... Ежели бы... Мы... Значит... В электродинамике мы имеем дело с портонами. Понимаете? То есть, изначально работаем с портонами. Электроны и фотоны — это портоны, да? А в теории сильной самимодействии у нас... Мы работаем с адронами, которые составные частицы. Понимаете? И это... Там уж заведомо... 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 Передачи импульсов, которые важны для... Для адронов... Ну, это типа масса... В порядке массы адронов. И там, конечно, константная связь... Она... Там сильная связь. Понимаете? А мы... И что мы хотим? Это мы хотим описать процессы, идущие при столкновениях адронов. Мы хотим описать процессы, идущие при столкновениях адронов, да? Ясно, что процессы, в которых важны расстояния типа адронных расстояний. То есть, передачи импульса порядка адронных масс мы описать не можем по теории возмущения. Правильно? Не можем никак. Ну, а какой... То есть... А вне теории возмущения, по существу, подходы все модельно зависимы. Это уже не теория, а модель. Понимаете? Теория... Только есть одна. Теория возмущения. Понимаете? Остальное... Ну, дальше начинаются какие-то модели. Насколько обоснованы, непонятно. Мы говорим сейчас о теории возмущений, да? Теория возмущений может описывать только жесткие процессы. Только жесткие процессы, да? А когда мы говорим о столкновениях адронов, там обязательно есть и мягкая часть, и жесткая часть, да? Ну, потому что сами адроны, это для них важна мягкая физика, так сказать, констант взаимодействия, если мы хотим... Сами адроны не могут быть описаны в теории возмущения. Мы как-то хотим вот описать жесткие процессы, а для описания жестких процессов мы должны вводить вот эти вот структуру... Партонное распределение. Для того чтобы... Жесткие процессы, когда мы говорим... Мы можем... Мы говорим на портонном языке, да? На портонном языке. Жесткие процессы мы описываем на портонном языке. Мы должны, значит, как-то пересвязать адронную физику с портонным, с портонным. Для этого вот вводится портонное распределение. А эволюция портонных распределений, она же описывает... Мы хотим описать её от малых в квадрат, от небольших... Ну... От... От настолько... От не совсем малых, а... Понятно, что эволюция это... Мы пишем уравнение эволюции в теорию возмущения. Поэтому тут так... Надо как-то так делать, чтобы... С одной стороны... Спуститься, насколько можно... Насколько позволяет теория возмущения... Спуститься в области всё-таки малых в квадрат... Где у нас есть экспериментальные данные, да? Уже... Много экспериментальных данных. А потом тащить... Развивать эволюцию на большие ку-квадраты... И примерять для больших... Ку-квадрат уже... Полученные нами функции распределения. Да? Но без малых ку-квадрат нам... Ну... Не обойтись. Не обойтись. Не обойтись. Ну... Понимаете, если вы... У вас есть какой-то процесс... С... Большими... Большие... Идущие при больших ку-квадратах. Ну... Вы хотите всё-таки описать его как-то... Используя экспериментальные данные, полученные раньше. А раньше вы получали экспериментальные данные только при сравнительно небольших ку-квадратах. Поэтому... Необходимо использовать небольшие ку-квадраты. Поэтому... Необходимо суммировать... А когда... Вот это... Писать уравнение эволюции, которые суммируют ряды теории возмущения. Необходимость суммирования рядов теории возмущения связаны с тем, что мы всё-таки используем данные экспериментальные, полученные при сравнительно небольших ку-квадратах. Где константа связи, она уже... Уже... Не единица. Меньше единицы. Но не очень и... И мала. Не очень мала. Ну... Что делать? Это какая-то такая... Философия, я не знаю. Ладно. Я хочу... На другом... На другом способе описание. Того же самого. Остановились. Вот мы сортовали с гипоноластиком. Исходным нашим местом был гипоноластик. Мы описывали процесс гипоноластикой. И говорили, что... Сортовали вот такой геограммы. Вот. И говорили, что... Писали мы адресный элемент, потом его квадрировали. И говорили, что вот сечение выражается через... Такую величину WMU. Которая есть... Что? Которая есть. Ну, там какой-то множник. Я... Давай я не буду все эти множители выписывать. Схематически будем говорить. Да? Схематически просто будем... Потому что... Я же буду всех и всех выписывать, и все индексы, то... Мы далеко не продвинемся. Я вместо дуглевого меню просто опрошу эти индексы. Зачем они меняют? Они, сути дела, не меняют. Ну, они... Значит, дуглевое меню, это потому что здесь был обмен фотоном, да? Векторная частица. А это же был бы обмен скалярной частицы. Никаких индексов бы не было, правильно? Был бы... Здесь скалярный ток. Здесь был бы... Здесь был бы... Дуглевое меню... Что-то... От чего так было? Ну, я... От... Ку квадрат... Ку квадрат и ПКУ. ПКУ... Или Ку квадрат и НЮ... Я уже не знаю. Ладно, напишу ПКУ. Где... Это вот КУ... Иначе индекс, а это ПС. КУ квадрат это есть минус КУ квадрат и КУ... Четырехмёрная квадрат. Так вот это есть Дугой ПКУ. Я напишу, что это есть... Так мы и описали сумма... По Х. А здесь... 2ПФ четвёртая... 2ПФ четвёртая Дельта... Вот... П... Плюс У... Минус П... Х... Это вот... Суммарный импульс... Частиц... Рождав... Сумма идёт по всем... Возможным... Состояниям... Конечным... В результате столкновения... Виртуального протона с протоном... А здесь стоит вот такой вот... П... А здесь стоит Ж... От 0... Ну там у нас был Ж... Ж... А я опускаю эти индексы... Здесь стоит Х... А здесь стоит Х... Ж... А здесь стоит... Ж... А сейчас... На... На... И... В... Здесь стоит... Правильно... Вот... Да? Правильно... Вот так... А как же это можно написать... По-другому? А можно это написать... Следующим образом... Что это есть? Э... Интеграл... З4х... Вот... Но только... Ну ладно... З4х... За это напишем... Потому что... Х у нас была Бьоркиновская переменная... Как вы помните... Чтобы не путать... Вот я написал вот это... Ну... З4х тоже использует... Ну... Что я могу сделать? Е в степени... Значит... Напишу... И... И... Ку... З... А здесь напишу... П... А здесь напишу... Ж... Вот... З... Ж... Патрулянки... Ну... Сейчас я выражу... Правильно или неправильно... А здесь напишу... П... Вот так... И считаю я... Я считаю... Вот здесь... Вот эта функция у меня... Была определена... Только тогда... Для... 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 0 больше нуля... 0 больше нуля... Да? В системе... Ну... Для Пу больше нуля... Для Пу больше нуля... Для Пу больше нуля... Для Пу больше нуля... Так... Так вот... Значит... Я... При этом условии... Пишу этот интеграл... И что я... Почему... У меня это есть равенство... Потому что... Давайте я... Проложу... Здесь полным набором состояний... Здесь... Значит... g от... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... Здесь... g от 0... Это... Как вы понимаете... Это... Е в степени... И... Это... Гейзенберговский оператор... Это... Значит... Е в степени... И... П... Это оператор... На... На... Е в степени... Минус... И... П... Это... Оператор... Четырехмерного импульса... Да? В зафандованной теории... А здесь... Да? Правильно? Правильно... Правильно... И... Вот... Тогда... Здесь... Действуй сюда... Я... Напишу... Этим оператором... Он... Даст... g от 0... На... Е в степени... Е в степени... С... З... На... П... Минус... П... Х... Да? Вот... Что это такое... Ну и дальше... Значит... Интегрирую по... Это уже всё... От Z не зависит... Интегрирую по Z я получу... Вот... Т... 24 на Z получу... Всё... Значит... Это правильно... Вот... Это правильно... Женя... А... Это... Не коммутатор... Это просто скобки... Коммутатор... Но... Второй член коммутаторы... В коммутаторе... Не даст вплать... Да? Второй член в коммутаторе не даст вклад. Почему? Потому что, видите, у нас было G от 0, а второй член будет G от 0, а здесь X, а здесь будет X, а здесь будет G от Z, а здесь будет P. И что у нас? Ну понятно, что у нас не вот этот, не вот этот экспонент, а так с экспонентом с минусом, правильно? И тогда будет дельта функция от P от P минус Q, да, минус PX, правильно? Вот такая будет дельта функция. Но ежели PQ, ежели вот Q, нулевая компонента U в системе покоя протона, она положительна, то это же никак не может дать вклада, потому что не работает дельта функция. И это же в системе покоя протона. Вот эта нулевая компонента, она больше, чем эта нулевая компонента массы протона, да? Это больше, ну, больше или равна, чем масса протона. Ежели Q отрицательна, Q0 отрицательна, то у нас нет вклада. Поэтому можно записать, можно записать коммутатор. Почему удобнее писать коммутатор? На самом деле, в коммутаторе второй член не работает, да? Но мы пишем, тем не менее, коммутатор. Отчего вы улыбаетесь? Пишут коммутатор. Почему мы пишем коммутатор? А потому что вы знаете такое свойство коммутатора? Какое свойство коммутатора вы знаете? Когда он отличен от нуля? Компутатор. Компутатор отличен от нуля только тогда, когда точки соединены. Как соединены? Я же не интервал времени подобен. А если интервал пространственно подобен, то коммутатор равен нулю. Это есть причинность. Значит коммутатор отличен от нуля. Интегрирование ведется только тогда по области, когда z0 в квадрате. Ну или t. t в квадрат больше, чем z вектор в квадрате. И тогда давайте посмотрим в системе покоя протона. Что это у нас тогда? Тогда показатель инструмента это I. Пусть I на I накрывает, конечно. А если t умножить на Q0, это есть nu. Мы вводили такое обозначение. Вводили такое обозначение. Т на ню минус, ну что такое, направим импульс по Z. Теперь Z это ось. Ну по третьей оси. Направим импульс по третьей оси. Тогда будет только третья ось. Я не знаю. Ну ее опять z обозначивает третья ось. Ладно. А Q вектор по модулю? А Q вектор по модулю это что такое? Это корень квадратный из... Корень квадратный из чего? Из Q в квадрате и Q в квадрате минус Q в квадрате. А Q в квадрате минус Q в квадрате минус Q в квадрате. Вот так вот. И это получу t умноженное на... на что? Вернее, nu умноженное на nu умноженное на t минус Z. Unisцид минус, минус, я разлагаю. Пре tiden Q квадрат у меня, что такое? Э... на 2πq или это q квадрат на 2μμ вот так, прификсируем значит, q квадрат делить на μ это есть 2m у меня здесь остается, q квадрат делить, ну ладно, минус z умножить на q квадрат делить на 2μ, да? q квадрат делить на μ, значит, что? mx просто а? mx просто так, ну и что я вижу? для того, чтобы экспонент не осцелировал, нужно, чтобы t-z t-z по муглу было равно меньше порядка 1μ т.е. 3-минус в муглу, у меня стремится q квадрат, стремится к бесконечности я рассматриваю предел, чтобы выходить в круге q квадрат бесконечности, x конечная, значит, не в бесконечности значит, t-z маленькая, а z фиксированная, да? z фиксированная а значит, z в квадрате четырехмерная стремится при стремлении люк бесконечности потому что что отходит в квадрате? это t-z, t-z на t-z, 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 минус z при перекулярном квадрате, да? ну, это положительная величина, она, значит, меньше, чем, поскольку я так вычитаю то это меньше, чем вот это произведение, а это произведение, вот, я не скажу, потому что да, конечная величина все значит, то, что вклад в этот интеграл дает область, когда z квадрат стремится к нулю z квадрат стремится к нулю, вот ну, и, значит, вот это вот такое, я не знаю, одна из основополагающих пунктов вот область пространственно подобная, которая, которая важна для этого процесса в глубоко неупругой области, это область близистки того конуса близистки того конуса, за это квадрат стремится к нулю, это алис, значит, одна точка одна отдела вот, а при этом, значит, когда-то Виксонам было высказано такое предположение и даже без доказательств было высказано такое предположение, что вот операторы, вот произведение операторов можно разлагать произведение операторов g от z, g от нуля вообще говоря, любых операторов, не обязательно вот одинаковых операторов произведение операторов можно записать как сумму сумму n здесь c n от z да и здесь написать здесь написать o n от нуля вот так здесь какие-то, это вот, коэффициентные функции а это некий, так сказать, полный набор операторов можно ввести набор операторов по которым вот любое произведение можно разлагать но этот набор операторов, конечно, это он, конечно, строится из операторов теории Толя то есть из, там, psi из каких-то, что у нас есть просто режим такие, psi, с чертой и, значит, а вот в этих операторах он строит но он может содержать, значит, вредно высокого порядка по этим операторам то есть, psi может входить там в каких-то степенях, а может входить в больших степенях и так далее вот ну вот такая вот гипотеза была высказана она, вроде бы, сейчас доказана в теории возмущений но она считается справедливой и не она в теории возмущений считается хотя, вроде бы, и не доказана да ну, понятно, что если здесь у нас я написал для скалярных токов а если у нас здесь ток-индексы есть, да? я скажу, индекс поставим слева то, как индексы должны быть и справа ну, я говорю, что суд-то не в индексах а вот такая вот идея такая вот идея разложения произведения оператора вот ну и это разложение мы должны взять вблизи светового конуса светового конуса когда z квадрата мальность 30 км нам нужно вот такое разложение использовать такое разложение в области, как малых z квадратов малых z квадратов ну, значит, малые z квадраты ну, а при этом в данном случае скажем ну, в принципе в разных случаях мы можем использовать разное разложение можно использовать разложение в случае, когда все компоненты z малы все компоненты z малы то есть, когда мы находимся не на световом конусе а вот вот здесь находимся да? вот когда в интеграле ваша только точка со всеми все компоненты близкие к нулю а у нас вот ситуация такая когда вот на всем конусе здесь конус для нас вашим и то есть z квадрат малы а компоненты z в общем-то не малы и тогда ну, когда ну, когда все компоненты малы ну, конечно здесь просто ну, вот здесь есть члены которые ну, и пока вот вот эта вот запись она не учитывает еще лорецовскую структуру ни коэффициентных функций ни операторов эти операторы они могут быть там лорецовскими дензорами да? ну, тогда и ц соответственно лорецовскими соответственно лорецовскими тензоры ну если здесь скаляр ну, а не в любом случае тензоры ну, скажем здесь если слева скаляр то здесь должна быть свертка во всем индексам тензорным кроме 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 по всем тензорным индексам кроме двух в общем понятно что есть какая-то тензорная структура ну, что касается вот этих коэффициент это коэффициентные функции которые там ни от каких полей уже операторов не зависит просто коэффициентные функции поэтому что? вся зависимость только от z больше ни от чего ну, это я конечно преврата на самом деле потом мы скажем что есть еще зависимость от точки номеров и конечно от константной связи есть зависимость от точки номеров но это такая зависимость которая никакой тензорной структуре не привязана а вот тензорная структура связана только с z поэтому можно значит давайте перепишем это вот в таком в таком виде сумма по n и еще под g вот так а здесь нам пишем так c n g под z квадрат а здесь напишем z mu 1 z mu mu j z вот я говорю что это может быть тензор вот это коэффициентом функции может быть тензор ну тогда здесь должен быть тоже тензор чтобы ну тогда здесь о n тоже тензор какой-то который есть mu1 mu j с ж компонентами тензор который мы должны строить из операторов болей вот так вообще говоря ну в разум нам в нашем случае потребуется все-таки вот такие члены совершенно не равном нулю учитывать оказывается как мы увидим в дальнейшем здесь суммирование по всем j по всем j j по всем да по всем а эти операторы должны как мы увидим среди этих операторов нужно выделить только операторы размерности 302 что такое 300 тут еще введем понятие 1 твист операторов твист операторов tau tau это есть размер d tau o это есть d o размерность операторов минус spin вот это g которое как вы понимаете это целое значение принимать называется ловецовским спином н эти операторы конечно считаются считаются по ге они конечно считаются симметричными пазами потому что только они дадут вклад только симметричными симметричным тензором симметричными по ню то есть не меняются при перестановке с ню есть симметричные симметричные тензорные индексы значит и кроме того они считаются бесшпуровыми бесцветными то есть лёрка по любым индексам равна нулю ну почему иначе у нас будет просто неопределённость понимаете Ежели возьмем оператора, который содержит жемю-ю, то тогда жемю-ю один, ну, это сверка вот этих зетов по каких-то двух зетов, она дает, приводит к члену, который уже раньше был с переопределением просто. Поэтому для того, чтобы однозначно составить процедуру вот этого разложения, мы должны эти операторы считать симметричными и бесследованием. Так вот, значит, величину й, я говорю, это обзывают спином, значит, размерность минус й, это размерность минус спин, это называют величину 300, вот это вот, 200 операторов. Размерность оператора, а размерность сочетается в единицах массы. Каждый оператор, я еще раз говорю, эти операторы составляются из чего? Эти операторы. Они из операторов полей, да? Так вот, из операторов полей. Пси, а, пси и а, пси, 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 си, 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 си трой, а, я уже говорил. Эти операторы, они имеют размерность, да? Размерность оператора Пси, это какая размерность? Три вторых. Три вторых. Размерность оператора А единица, да? Ну, на самом деле, поскольку у нас есть здесь эти операторы, это операторы каких-то... Вообще, раскладывается это операторы бесследные операторы, да? То есть, колюбовочные варианты операторы, то и здесь разложение тоже должно вестись по колюбовочным вариантам операторов. Это еще обалдительное ограничение. И в хромодинамике, вот эти операторы, операторы, операторов 302 имеется ограниченное число операторов 302. И эти операторы, давайте я их выпишу. Это есть оператор, оператор такое. Как же бы их обозвать, операторы-то? Ну, ладно, пока нет. Вот такие операторы. И в степени n-1, да? Пси с чердой. Я не пишу аргументы, а аргументы это в дуле, да? Гамма мю 1. А здесь напишу d мю 2. Так. d мю... мю й. Мю й. На пси. Да? Какая у них размерность вот этого оператора? Какая размерность? А здесь это вот, большой. d. Это вот, то... Вот эта стрелка туда-сюда, означает, что... Сначала действуем этим оператором сюда. Это оператор, кстати, с производной. Так этой производной действуем сюда, берем с одним станком, и туда с другим станком. Ну, это именно удлиненная производная. Удлиненная производная, да. А, да, так я скажу, d мю, это есть вот что такое. Это есть d мю, и d минус d а. Друз и... Да. И g т а на а мю а. Вот такое. Где, когда мы этот оператор применяем к переменным полям, то это в фундаментальном представлении берем генераторы цветовой группы. Да, это генератор цветовой группы, конечно. Вот здесь они взяты в фундаментальном представлении. Да, но это еще не все. Вот здесь стоит еще, вот еще здесь. Здесь стоит t. Вот такое напишу маленькое, что ли, t. t а. О. Здесь, а вот это t. Это генератор флэйверной группы. Флэйверная группа. Флэйверная группа. Здесь мы рассматриваем еще цвета, кварки разных флэйворов. Это подразумевается, что psi это столбец по флэйворам, да. И здесь стоит генератор флэйверной группы для инсталльного представления. Ну, в зависимости от того, что нас интересует, мы можем ограничиться, скажем, только флэйверную в качестве флэйверной группы. Можно брать только СУ-2А, а можно брать СУ-3 флэйверную. Ну, а если уж совсем пошли, непонятно, что пошли совсем высокие энергии, высокие передачи, большие передачи, и более высокие флэйверы в группе, можно брать. Так, ну вот. Но важно то, что этот оператор, он не синглетный по флэйверу. Не синглетный по флэйверу, да. То есть стоит здесь генератор флэйверный. Это не синглетный по флэйверу генератор. Да. А есть еще оператор такого же типа, ну, синглетный по флэйверу, то есть в степени N-1, N-1, N-1 или просто так, скажем, для удобства. А так же, как и здесь вот обычно берутся пополамы. А как обозначаются эти операторы? Ну, кто бы помнил, кто бы помнил, кто бы помнил. Ну, так. Так я обозначаю О оператор. И здесь А и Ф, N-1, N-1, N-1. Вот так и обозначаются. А можно ввести, это я закрую, D, с нашего базарейного. А можно ввести просто О. Вот, вот, не синглетный по-клэйверу, а синглетный. Просто О, F, N-1, N-1. И уже из степени N-1, 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 N-1. Такой вот фиглюонный оператор, но синглетный по-клэйверу. А есть еще и глюонный оператор, O, G, N-1, N-1, N-2, N-1, N-2. а здесь что стоит? F, напишем, F-A, альфа, альфмюанин ну, что это такое? я букву F обоспал, это напряженность поля, которая есть F-T-мю, это есть D-мюаню и так далее ну, конечно, с членом, который квадратичен по полю, это напряженность поля а здесь стоит, опять же, D-мюзван, а D это вот уединенное производное, опять же туда-сюда по поламе и D-мюзжи туда-сюда и по поламе и на F тоже А, конечно а здесь стоят А и альфа и здесь стоит мюз а а здесь мюз, уже мюз-адинский а здесь стоят сужие ну, по альфа вот здесь суммировано, а мю вот, говорят, чьи Вот такие операторы появятся. Только такие операторы можно построить. Оператор 202. Проверите. Правда, я еще не сказал, что здесь надо еще некий оператор вот такой вести. Такой оператор, который делает этот оператор. Вы сказали, что все эти O имеют смысл, а у нас ответы только симметричные по индексам и бесшпуровые. Так вот, вот этот оператор, который вводит симметризацию и вычитание следов. Вот оператор. Ну, теперь посмотрим, какой же у них твист. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Каждое T, это значит, что стоит? J минус 1, да? Минус J плюс 1, да? Размерность. Размерность. Какая у них размерность? А, размерность J минус 1. J минус 1, это за счет производных. Здесь стоит J минус одна производная. Каждая производная имеет размерность массы, правильно? Потому что единиц на Х. J минус 1 и плюс, что? 3, да? Это вот размерность. У этого и у этого, конечно, размерность та же самая. И вычтем spin J. Мы получим как раз двойка. Мы видим, что это оператор в 202. Этот оператор тоже в 202. Да? Вопрос. А в вопросе вот там вот гаммоню стоит первый, да? Гаммоню. Гаммоню. Ну, симметризация по тем не будет. Да? Почему нельзя написать вот antioxidants произведение? psi сердцеocks, psi и�м. Не понял? С psi, п knob offices. Там я вообще, и psi, и F ещё. Ну, то есть, не только наденено, а с пси 100, но и своих произведениях тоже будет? будет высокий твист я говорю, вклад даю как мы уберемся, операторы низшего твиста низший твист, твист 2 оператором твиста 2 только вот эти вот может убедиться, что других операторов твиста 2 нельзя построить теперь, почему же только низший твист даст вклад? а потому что, значит, оказывается когда мы перейдем в импульсное представление то каждая z даст нам величину bq величину ню каждая z обратится в ню а общая значная ну ладно, потом увидим, может быть сейчас может трудно объяснить давайте дальше пойдем дальше пойдем вот у нас есть такое эти операторы я соберу повторяю, вы можете сами убедиться, что других операторов твиста 2 построить бельган значит в промодинамике так а дальше мы говорим значит ну вот казалось бы взяли бы это взяли бы впрямую использовали бы это разложение для подставили бы это разложение сюда да? туда подставили взяли бы интегралчик и что бы мы получили что бы мы получили понятно, что вот так ну значит конечно у нас вошли бы какие-то 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 функции неизвестные да? но и матричные элементы от операторов все бы выразилось через функции матричные элементы от операторов но значит какое же на самом деле мы разложение получили бы получили бы ряд ряд но по какой функции вы какой бы ряд мы получили какой бюлянт вот я говорю что В как можно написать так подставили и взяли интеграл то есть как можно взять этот матричный элемент был бы в вот по этому состоянию протона а здесь были бы интегралы и тогда и у нас сумма получилась бы интегралы что же у нас получилось бы эти функции от q в квадрате то есть у нас получилось бы z перешло бы в q вот у нас рядом по такой переменной в квадрате в какой-то степени вот откуда в q от интегрирования вот этой функции получилась бы функция от q в квадрате от интегрирования от z получились бы q и поэтому разметку ну какой-то общий в квадрате вынесем нам не важно нам нужно понять по какой переменной ряд получится мы увидим что вот по такой переменной ряд и конечно этот ряд в нашей области наша область для которой написано вот это выражение это область x меньше единицы да а это есть единица на x да вот этот ряд по единице на x в n получился быть конечно он расходится поэтому напрямую использовать разложение операторное в этом выражении нельзя в этом выражении выражение для w нельзя использовать напрямую операционное расложение неправильный ряд получаем восходящийся ряд получаем восходящийся ряд получаем тогда что же нам делать нам надо рассмотреть вместо вот этой функции w рассмотреть функцию рассмотреть значит что это такое как можно так сказать вот эта функция что это такое это это не что иное как мнимая часть амплитуды мнимой вот если возьмем такую амплитуду взаимодействия взаимодействия батона виртуального с протоном и здесь вот так рассечем это и есть мнимая часть просто мнимая часть амплитуды рассеяния амплитуды взаимодействия батона с ну или амплитуда рассеяния батона на протоне на угол 0 потому что этот фотон и этот фотон имеет один амплитуды амплитуды рассеяния на угол 0 ну мнимая часть амплитуда рассеяния на угол 0 которая зависит от энергии энергетического варианта и от виртуальности этого фотона мнимая часть можно запрямую применять операторное расложение для мнимой части нельзя потому что мы получаем расходящий а что надо сделать что надо сделать надо применить операцию расложив надо рассматривать не мнимую часть амплитуду рассеяния а полную амплитуду рассеяния полную амплитуду рассеяния для которой это вот это является мнимой частью то есть введем вводим T амплитуду астерики Вот, ну опять же, Q квадрат, Q квадрат и PQ, которая равна, вот вместо этого, вместо коммутатора, напишем I, интеграл опять CZ, на езде и пикну Z, а здесь напишем T, а здесь напишем T произведения, от G от Z, G от 0. Вот тех дней, которые мы не думаем, мы не применим операторное разложение, но применим, вот это, значит, еще раз подчеркиваю, что вот выражение, вот это выражение, у меня было записано для Q больше, для PQ больше нуля. А это вот, ну то есть в определенной кинематической области. Эту амплитуду я могу рассмотреть, ну, на самом деле, ежели мы говорим о мимой части, то она имеет, мы можем ее только и рассматривать в определенной кинематической области, когда вот эта переменная положительная, правильно? Когда вот этот вариант положительный, то есть, а это и есть ограничение, которое на PQ дает, да, чтобы были реальные, мимая часть появляется только при реальных промежуточных состояниях, то есть она существует только в определенной кинематической области. Амплитуда, она существует везде, да, при любых PQ, Q квадратный фиксируем, будем смотреть зависимости от PQ, амплитуда или введем лучше NUM, вместо PQ введем NUM, для краткости, здесь тоже NUM, вот это такая у нас амплитуда, и, значит, введем мимая часть равна W, и тогда мы можем сказать, что, как это понять, что мимая часть равна W, ну, может быть, с каким-то коэффициентом, который, в общем-то, не важен. Ну, как бы это понять, ну, проще всего, так, можно, конечно, просто взять честно, взять это произведение, так, расписать, там, вычислять, вычислять эту мимую часть, расписать через эту функцию и так разбираться. А проще всего так понять, скажем, что, вот, давайте рассмотрим, давайте посмотрим, видите, вот, просто поля, два поля, да, тогда что это такое? Что это такое? Это пропагатор, да, пропагатор. В скалярном случае пропагатор. Какой пропагатор? Это пропагатор еще умножить на I. Пропагатор это I умножить вот это I, а пропагатор это I делить на P квадрат минус N квадрат минус N квадрат минус N, да? Правильно? Это есть минус N квадрат 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 оставляем суммирование по реальным продолжительным состояниям с коэффициентом π равна мимая часть, значит, мимая часть t равна π на w мимая часть t равна π на w а, значит, t от q2πν это и есть дисперсионный интеграл дисперсионный интеграл cν' делить на ν' минус ν мимая часть t от q2ν' идиц на π вот это дисперсионное соотношение я написал ну, правда, безпочитательное я написал ну, в общем, я говорю, что все делаю так схему только излагаю вот пишем дисперсионное соотношение мимая часть, я сказал, что мимая часть это есть w от q2ν' но, правда, я не сказал еще не все сказал на самом деле вот это t, оно имеет мимую часть как при нем больше нуля так и при нем меньше нуля и эти мимые части они просто одинаковы потому что, что это такое, я говорю, что это вот амплитуда вот взаимодействия фотонов с протоном и понятно, что эти фотоны мы можем переставить это будет то, что так же при перестановке этих фотонов амплитуда будет та же самая и поэтому мимая часть будет та же самая значит, есть два разреза при ню штрих здесь правый разрез начинается когда? ну, мы уже говорили, что у нас условия получается p плюс q в квадрате p плюс q в квадрате больше равно массы протона в квадрате а это есть p в квадрате тоже масса протона это есть 2pq 2pq больше чем q квадрат или ню ню больше чем q квадрат берите на 2 вот вот правый разрез начинается от этой точки а левый разрез от симметричной точки и интеграл у нас на самом деле вот вместо мимой части я подставляю w здесь p сокращается но опять я говорю, что не обращайте внимание на на эти значит на эти коэффициенты интеграл от q квадрат до 2m да? ню штрих до бесконечности ню штрих на ню штрих минус ню а здесь w от q квадрат ню штрих да? w от q квадрат ню штрих плюс интеграл какой-то интеграл от минус бесконечности в силу симметрии можно просто написать вот такое w от q квадрат штрих а естественно взять ню штрих минус ню плюс ню штрих плюс ню вот так вот такой интеграл вот и при этом при этом при этом Вот этот интеграл, вот эта функция, я уже говорил, она определена для всех ν, для всех ν функция определена. И давайте рассмотрим эту функцию, такой, значит, вот у нас, если смотреть на комплексную плоскость ν, вот есть у нас правый разрез по ν, вот есть левый разрез по ν, а вот здесь есть область вблизи ν, область от левого разреза до правого, здесь функция аналитическая, да, и, значит, ее можно разлагать по ν, да, можно разлагать по ν. Ну и давайте разложим ее функцию, эту по ν, и тогда получим, тогда получим, тоже получим, держим ее, да, написать. Получим, ν, так, интеграл сумма, сумма, по n, я не знаю, от единственной бесконечности, от нуля суммы по n, от нуля бесконечности, да? А здесь стоит интеграл, да, а здесь то интеграл, Dn' to n' А здесь напишу du 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 beautiful du 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 np.' Вот у квадрата плюс штрих, а здесь стоит, ну ладно, единица плюс минус единица в степени n. Так, правильно? Этот вклад от этого члена, этот вклад от этого члена. Вот так. И здесь стоит интеграл от куба градов ку-другому 2n. Ну, теперь давайте, значит, вместо функции... Так, по-другому... ладно, по-другому, по-другому... сейчас соображу. Значит, nu в n мы... что же мы сделаем? Нам нужно перейти к интегрированию по... q квадратов у нас фиксировано, и лучше мы скажем, что интегрирование будем проводить по x, да? По x. Тогда, а что такое? Разделим nu делить на q квадрат на 2m, да? nu делить на... 2m nu, 2m nu делить на q квадрат. Это 1x, да? 2m nu делить на q квадрат. 1x. Так, это так. И что это такое? Что-то я... все вроде правильно. nu минус... я... в области малых... nu... да... nu... да... а здесь... 2m nu делить на q квадрат. равно 1x. и что же у меня получается? да... получается... что это... есть... это... есть... сумма... по n... ввожу... nu штрих... правда... здесь... вот на nu штрих... и все надо будет расстрелить. вот здесь у меня неправильно, да? вот это nu штрих, оно жильем стоит. здесь... nu штрих я умножу, а потом уже... у нас... функция отношения... nu штрих... nu штрих... все правильно... nu штрих... и это есть... да... и это есть сумма по n... от нуля до низкой личности... интегралов от нуля до единицы... dx... dx' на x' x' в степени n... ну или я... x' уже напишу x... а, нет, x нехорошо... dz на z... c' в степени... z в степени... n... а здесь... вместо w я напишу... вместо w от q2 и nu штрих... напишу f... функция... структурную функцию... от q2... q2 и z... ну... интеграл... это... геркинская переменная... интеграл от нуля до единицы идет... и это есть моменты структурной функции... вот это есть моменты структурной функции... а здесь стоит как раз у нас... x в степени а... x в степени минус n... x в степени минус n... и x у нас меньше двумя... и здесь то есть... разложение оно... по мелочине... по степеням величины... мы должны взять root... x меньше единиц... x меньше единиц у нас... x меньше единиц у нас... а... u у нас маленькая... т.е. x большое... x... в степень минус n... только маленькое vertical волчина... То есть, мы рассматриваем по малой величине. Все правильно. Интеграл, вернее, сумма должна сходиться при малых единиц. В единиц больше единиц. Коэффициенты в этом разглашении это просто структурные функции. Моменты структурных функций. Как вы помните, структурные функции, они просто связаны с распределением партонами. И вот эти величины напрямую связаны с моментами партонных распределений. Выражаются через моменты партонных распределений. Ну и теперь нам нужно как-то получить уравнение, которое выражает зависимость вот этих величин. Это моменты структурных функций. Я повторяю, что это... У нас, на самом деле, есть две структурные функции, когда мы говорим о глубокой неупругом рассеянии. И у нас... Вот я здесь писал одну WF. На самом деле, если у нас вот эти токи... Это лекторные токи и калибровочные варианты. Уже сохраняющиеся токи, да? Сохраняющиеся калибровочные варианты. Мы здесь уже по электромагнитному взаимодействию. Сохраняющиеся токи. И, значит, разложение содержит две структурные функции. W1 и W2, которые выражаются через F1 и F2. Ну, то есть, вот у нас, значит... И мы можем написать вот эту вот величину, вот эту вот Т, да? Т. Вот мы можем таким образом написать. И все, что мы написали, это же есть D, амплитуда от Q2. Вот так она записывается, выражается через момент... Так, амплитуда рассеяния фотона на протоне выражается через моменты структурных функций. Вот это уже моменты структурных функций. Так, а теперь по-другому надо посмотреть, как же это амплитуда рассеяния. С другой стороны. Мы получили одно выражение для амплитуды через момент структурных функций. А теперь посмотрим, как можем получить выражение для той же самой амплитуды, но уже через матричную регицию вот этих амплитудов. Ну что мы получим? Когда подставим вот это вот выражение сюда, то и возьмем интеграл, то получим здесь какое-то D, получим ту же самую амплитуду. Мы получим здесь какое-то такое выражение. Мы получим сумма по N и по Y. А здесь получим материчные элементы операторов по протонному состоянию. Но эти материчные элементы, конечно, мы не можем вычислить. Этот материчный элемент, почему-то, потому что здесь в материчных элементах, конечно, важна структура протона, которая определяется большими расстояниями, расстояниями порядка единицы на массу протона. То есть эти материчные элементы мы не можем. А вот эти коэффициентные функции, их мы можем вычислить, просто можем вычислить. Поскольку это, ведь это разложение просто двух операторов. Мы берем оператор, ну скажем, оператор, произведение операторов токов и вот так записываем. Как? Таким образом записываем. Как мы можем вычислить коэффициенты? Ну, давайте мы вычислить материчные элементы левой и правой части не по отронным состояниям, а по протонным, по квартам и глюзным состояниям. И тогда мы, конечно, вычисли вот эти вот коэффициентные функции. То есть коэффициентные функции, они вычислили их в теории возлучения. Мы можем вычислять их, используя, разложить материчные элементы по партонным состояниям. Значит, коэффициентные функции известны. А сюда входят, когда мы берем вот это вот фуле, ну, мы должны взять фуле просто от этих коэффициентных функций. И что же я получу? Значит, обозначение как-то меняя. Я еще раз говорю, что вот от Z мы получим разложение. Значит, Z перейдут у нас в PQ. Ну, вернее, Z перейдет Z в μ. Что такое Z? Понятно, что у нас есть в интеграле только один вектор. Это у нас векторные индексы, да? То есть у нас получается, что должно получаться. Это значит Q, μ1, Q, μn, μn, да? Вот такой от Z. И какая-то функция от Q в квадрате. Какие-то функции, ну, я не знаю, Z с волной, что ли? Другие, как Z от Q в квадрате. Вот такое только разложение может быть больше. Вот фуле образа от вот этой величины, он записывается вот в таком виде, безусловно. И что теперь у нас? Где? Эта функция известная. Вычислимая функция, да? Вычислимая функция. И что теперь? А где смотрим на этот баточный элемент? Что это такое? Как он должен быть записан, этот баточный элемент? У нас есть только... Причем мы усредняем по спину протона. Здесь усредняем еще по спину протона. Ежем усредняем. Конечно, можно не усреднять, но тогда не усложнится. А если мы усредняем по спину протона, то этот баточный элемент, это есть... Он у меня содержит только... Может поражаться только через P. Только через P может поражаться, да? Тогда результатерный получит... То есть векторный индекс, это P. Верисовье получаем свертку P в степени... В степени... В степени... В степени... В степени J, партон. В степени J. То есть, запишем этот матричный элемент, запишем как какой-то а-энто, вот этот матричный элемент, запишем как а-энто, ну и йод, этот матричный элемент зависит, конечно, от этого оператора, зависит от числа, Оператор же определяется вот этим, этими-этими символами, да, и, конечно, структура у него Pµ1, Pµ1, если мы хотим главный член удержать, конечно, есть члены такие, Pµ1, 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 но правда есть еще и другие члены, да, потому что мы говорим, этот оператор, он у нас, какой у нас оператор? Он у нас без фуровый, да? А это не без фуровый, этот оператор, вернее, вот это выражение, не без фуровый. А как сделать его без фурового? Надо добавить, ну, с меньшими, и с меньшим числом выдохов, но еще Gµ1, да? Но смотрите, когда мы умножаем Pµ1, вот этот оператор, вернее, сверкнула вот этого с этим, даст нам Pµ1 в степени йод, да, Pµ1 в степени йод. А если у нас возьмем Gµ1, то 2Q вместо Pµ2 мы получим Qµ2, и это мало. Поэтому вот этот член, только его надо учитывать. Поэтому то, что мы здесь получим, в этой сумме, это такая вот сумма. А, J, Nt, на Pµ2, 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 Пµ2, да? Ну и Fµ2, Nj, от Qµ2. Ну, давайте еще, в связи с волной nj от q2, да? Давайте еще что здесь делаем? Разделим еще на q2. Ну, то есть, и переопределим c. Эти функции c переопределим. И это у нас будет разложение как раз вот такое. А здесь, ну, c, еще раз, c чертой напишем. Другая функция c. Вот такое получилось разложение, да? Ну, теперь сравниваем вот это разложение с этим разложением. Это мы получили разложение для одной и той причины. Здесь просто используется дисперсионное соотношение, да? Выражая эту величину, амплитуду рассеяния через вот ее гневую часть. А гневая часть, она выражается через структурную функцию, да? Вот получили один вид амплитуды. А это второй вид амплитуды, который мы получили с использованием амператорного разложения. И что отсюда заключаем? Вот сравнивая эти вот, сравнивая это разложение по степеням x, а по обратным степеням x и это разложение по обратным степеням x. Сравнивая коэффициенты разложения, мы вот видим, что вот эта структурная функция, интеграл структурной функции равен, вот убираем, сумму по i убираем, и получаем, что m, это что это такое? Это момент, знаешь, да? m от y и ку квадрат, вот чему равно, где это? m от y и ку квадрат, вот чему равно, где это? Материчные элементы операторов по протонному состоянию, ну, с выделенными уже тензорными структурами, да? А здесь есть еще сумма по i, но сумма по i в случае хромодинамики, это значит, какие у нас есть операторы? Операторы с фиксированным йом, это операторы, значит, фирмионный оператор, два фирмионных и один блеонный оператор. Фирмионные Валент, фирмионные операторы в плывер, синглентный по флыверу и не синглентный по флыверу, и один блеонный оператор, который конечно по флыверу синглентным. вот такое получили выражение и теперь, а как же зависимость получить? вот мы получили такое выражение еще раз говорю, что это у нас известная коэффициентная функция известная коэффициентная функция, которую мы можем вычислить а это неизвестная величина но теперь, а как мы можем... наша задача, помните, что мы на прошлой лекции делали? мы получили уравнение для m для зависимости m от q в квадрате для зависимости момента m от q в квадрате да, и, конечно, хорошо бы и... ну а больше бы ничего и не смогли получить мы только уравнение эволюции по моментам q в квадрат мы получили ну, можно и отсюда тоже, не обращаясь к тому, что мы делали на предыдущей лекции получить уравнение эволюции для моментов q в квадрате ну, или, точнее, уравнение эволюции для вот n коэффициентных функций с q в квадрате можно получить в общем виде уравнение эволюции для этих функций да, каким же образом можно получить это уравнение? это уравнение можно получить из... это уравнение есть не что иное, как уравнение винов группы как уравнение винов группы вот у нас есть разложение операторов двух операторов произведение двух операторов вот через коэффициентные функции и батресные элементы операторов, да? теперь, я уже говорил, что вообще-то говоря, в этом возложении подразумевается, что мы уже провели перенормировку а, значит, эти операторы зависят от точки нормировки и эти функции зависят от точки нормировки ну, и, значит, вот эти функции тоже зависят они зависят от q в квадрат, но они зависят еще и от точки нормировки они, конечно, зависят и от константы нормировки и как же получить уравнение для этих функций? это есть, повторяю, уравнение винов группы и можно так сказать вот этот оператор мы можем оператор нормировать в любой точке μ и зависимость оператора от точки нормировки определяется уравнением винов группы и что это, как это можно сделать? сказать так ну, вот у нас, давайте, опять схематический специальный пост у нас есть неперенормированный оператор какой-то оператор опускаем все индексы вот у нас есть неперенормированный оператор который зависит у нас давайте будем делать, скажем так вот у нас есть, была теория у нас есть, был какой-то голый оператор голый оператор неперенормированный ну, понятно, для того, чтобы ввести, говорить о нем надо было как-то теорию регуляризовать давайте, для наглядности проведем регуляризацию так что у нас есть верхний предел интегрирования по импульсу или импульс обрезания который обзовем лямбл так вот, этот голый оператор он зависит от G0 зависит от вот в теории просто мы сделали регуляризацию с помощью импульс обрезания и проводим разложение по голому заряду значит, в этой неперенормированный теории вот у нас были зависимость вся была такая у нас был G0 и импульс обрезания а потом мы сказали, что провели ввели перенормированный оператор таким образом сказали, что этот голый оператор это есть некая константа перенормировки ZO которая зависит ну, это она, это константа перенормировки от G0 зависела и от лямбда ну ну на самом деле если она безразмерная то она должна быть в зависимости от точки перенормировки должна входить только через отношение импульса обрезания к мю точке перенормировки и здесь и здесь уже перенормированный оператор О! перенормированный оператор да? который мы уже можем выражать через G и G, конечно зависит от мю от точки нормировки да? да? и вообще говоря еще дополнительная кроме G может быть еще зависимость от точки нормировки вот вот такой общий вид связи между голым не перенормированный оператором в регуляризованной теории и перенормированный значит дальше что мы можем сказать значит теперь вот это вот 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 этот оператор ничего не стал на точке перенормировки поэтому если возьмем логарифм ну ладно возьмем логарифм пока не будем брать а возьмем просто производную по логарифму мю и умножим на потом на на вот з о в минус 1 возьмем вот так возьмем з о в минус 1 а здесь д по д по д логарифм мю вот такую величину вычислим от левой с левой и с правой части ну ясно что с левой части производная равна нулю и с правой части тоже должна быть равна нулю когда берем производную с правой части то есть у нас производная действует на о и тогда з сокращается и мы получаем следующее д по д логарифм мю плюс ж б так вот ж д по д ж я не пишу здесь ну ладно не пишу зависимость ж от мю от мю ну чтобы не усложнять обозначение для обычной и ж ну что имеется в виду под первым членом а д д да правильно правильно я написал что имеется в виду под первым членом я уже говорил зависимость от мю входит как через ж так и явным образом может входить в зависимости от мю поэтому значит я здесь написал первое производное действие только на этом второе производное я должен значит продифицировать по ж а продифицировать по ж а потом продифицировать ж по логарифму мю ну а мы знаем уравнение для нового группового для зарядка это д логарифм члены которые получили диферицирование вот этого а дальше ввести еще один член который получил идти диферицирование по з ну и и я напишу это просто в плюс некая габба от g и это будет аномальная разъемность вот эта личина называется аномальной разъемностью оператора и вот у нас имеется вот такое реном групповое уравнение от g и мю вот такое уравнение для оператора g правда здесь надо что сказать это уравнение я получил предполагая что у меня есть мультипликативная перенормировка просто мультипликативная перенормировка что перенормировка вот так выглядит но оказывается это не всегда так иногда операторы говорят смешиваются операторы смешиваются но вот какие операторы у нас есть в гвардовой кромодинамике в кромодинамике у нас есть здесь в качестве вот этих операторов есть несинглентные несинглентные гвардовые операторы несинглентные фермерные операторы да конечно он есть три оператора один из них просто зависит от флэйвора и он не может смешиваться с безфлэйворными операторами для него конечно уравнение как раз вот такой ведь имеет вот такой ведь имеет да а есть еще два оператора фермионный без синглентной по флэйвору оператора это фермионный один из них фермионный а второй гулионный и эти операторы могут смешиваться могут смешиваться то есть в этом случае здесь гамма это матрица смешивания а О это столбец из двух операторов наверное вот вот так вот выглядит картина теперь гамма от G мы можем вот эту вот аномальная размерность ну как что такое нормальная размерность это D логарифм Z по D логарифм M ну или все равно что D логарифм Z по D логарифм L по верхнему импульсуоприцания и это можно просто вычислить вычислять в теории возмущения нормальный размер и вычислять да вычислять да и это так это мы можем вычислять теперь а как же зависит значит а теперь как зависит C как сказать зависимость C от U в квадрате ну грубо говоря там это же у нас уравнение по логарифмам зависимость от точки перетермировки да точки перетермировки теперь 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 вот это у нас написано произведение O на C это уже сюда подразумевается входит перетермированный оператор но зависимость точки перетермировки вот здесь зависимость от точки перетермировки здесь они содержат зависимость от точки перетермировки здесь операторы А как определяется эта зависимость от точки перзонармировки? Она агитуется правой части. Это разложение для произведения двух токов. И зависимость от точки перзонармировки определяется тем, как зависимость от точки перзонармировки этих токов. Но я же не говорю о электромагнитном токе, то они, как известно, не перенармируются. То есть для них коэффициенты z, а не просто единицы. И поэтому зависимость от точки перзонармировки вот этих операторов и этих коэффициентных функций, они должны сокращаться. То есть, грубо говоря, если уравнение для зависимости от точки перзонармировки этого оператора имеет такой вид, то зависимость от точки перзонармировки эффекциентной функции имеет такой же вид, но с обратным знаком гамма, с обратным знаком величины гамма, аномальная размерность. Вот эта вот величина, аномальная размерность. Ну, почему? Ну, потому что мы... Вот у нас есть, грубо говоря, c и на o, да? Действуем. И мы говорим, что это разлом жи на жи. Жи на жи. Электромагнитный ток не перзонарируется. Значит, действуем оператором. Берем производную по логарифму мю, должна быть равна нулю. То есть, производная по логарифму мю, это есть вот такая частная производная, плюс еще зависимость от мю ходит через либо в явном виде, либо через ж. И поэтому вот, когда берем производную по дню, так полную, так сказать, учитывающую независимость, явную независимость через ж, то мы получаем... Вот этот оператор действует... Этот оператор, как бы мы его обозвали. Вот когда... Вот этот оператор. Он действует у нас на эту и плюс на эту. То есть, если оператором зовем D оператора. Вот этот оператор D. Это есть оператор дифференцирования по... Оператор полный, производный был по D логарифме. Так вот, D от вот этого выражения равно должно быть нулю. И это есть... Это есть... Вот... D... А вот это должно быть равно нулю. А это есть... А это есть... Это есть... D на C... На O... Плюс... D на O... Вернее, плюс... C... На D... На O... Да? А теперь... D на O... Это есть... Минус гамма... Да? А теперь... Значит, пишем... Минус гамма... Минус гамма... Минус гамма... На O... И должно быть равно нулю. И вот поэтому... C... Должно быть... Уравнение... О... О... Сокращаем... Получаем... Dc... Минус гамма... С... Равно нулю... И это нам даем зависимость... С... От... От... Мюм... От точки переномировки. Ну, а как зависимость... Получить от... У квадрат... Ну, очевидно, что... D... Зависимость... С... От... Вот, что зависимость... Как входит... Зависимость... Мы можем выделить... Явную размерность... У С... С какую-то имеет... Какую-то имеет... Каномическую размерность... Мы её выделим... И тогда оставшиеся функции будет... Зависит только от отношения... Ку квадрат ку квадрат... И, так сказать, зависимость от... От точки переномировки... Ку квадрат... Все... Мы получили... Уравнение... Определяющее... Зависимость... С... От... Ку квадрат... Или... Зависимость... С... Ку квадрат... Или... Зависимость... От... Ку квадрат... Вот таким образом... Другой подход к выводу вравнений, который использует операторное разложение. Операторное разложение это общая вещь, которая используется во многих случаях и даже не только в физике высоких энергий, а и в других науках. Так сказать, в физике, в конденсированном состоянии, в базовых переходах и так далее. Поэтому я вам столько времени потратил, чтобы вам разложить операторное разложение и как оно может быть использовано. На самом деле, первоначально вывод вот этих вот уравнений, вывод уравнений для номиновой структурной функции первоначально был сделан как раз на основе операторного разложения. Более того, уравнения были получены на основе операторного разложения, значит решения их были написаны. Ну решения, если уравнения написаны, то решения-то уже не трудно писать. Но я хочу сказать, что алтары Липаризи, они свои уравнения уже вывели, используя, так сказать, подгоняя под известный результат. Уже результат, который был получен на основе операторного разложения. Правда, еще раньше, как я уже говорил, эти уравнения эволюции были выведены и папой, и без, как независимо совершенно. Но это уже другой вопрос. Ладно. Ну все у меня. Конечно, я вынужден был очень бегло уж излагать этот вопрос. Может, против? Да. А вот то, что если... Ну вот вы говорили, что твист равен 2, и только в такие вклад дает. Да, да, да. А почему? Потому что вы понимаете, что... Вот эти операторы... Забудем про аномальную размерность. Просто экономическую. Вот если мы будем выделять экономическую размерность вот этих коэффициентов функций, да, то увидим, что если для твиста большего, чем 2, они будут подавлены просто как единицы ногу в квадрате. Понимаете? В этом дело. Не, ну там... там же именно... Я вот все. Смотрите. Смотрите. Я говорю. Вот смотрите. Вот... У нас есть полная размерность, да? Да. Вот это выражение. Она фиксирована, правильно? Но полная размерность, это и есть размерность вот этого, и размерность вот этого, да? Да? Ну и теперь, что касается... Значит, смотрим. У нас все перешли в выпусное представление, да? И смотрим зависимость. Что у нас получилось? Вот у нас... Вот получилась размерность... Вот эта величина, она же имеет размерность какую-то, да? Чем она определяется размером цветов? Это есть размерность вот этого, да? Минус жи, потому что... Минус жи, да? Размерность этого... Минус жи. Ну, это и есть фикс. Это и есть фикс, да. Ну что? Спасибо. Ну, ладно. Все, что ли? Еще вопросы есть? Ну, проверяем, что эти два подхода свойства для организации. В смысле, что, думаю, это так. Два разных уравнения получили. Конечно. Получилось два разных уравнения. Одно уравнение. Но! На самом деле, я, по-моему, звуку-то одинаковую использовал. В одном уравнении зависит... Вот эти коэффициентры, да? Ну, нет, это вообще-то... Нет, это неправильно. Это начальное условие. Совершенно неправильно я говорю. В одном... Вот смотри. Зависимость вот этих... Будет определяться величинами гамма, аномальными размерностями, да? Да. Зависимость вот этих аномальными размерностями. У нас есть три аномальных размерностей, да? Три аномальных размерностей. Причем, я говорил, что один оператор не смешивается, а два других смешиваются, да? То есть, размерность... То есть, у нас, на самом деле, будет... Такая вот... Зависимость будет определяться... Будет определяться... Иметь такой вид... Зависимость... Ку-квадрат. Она будет иметь такой вид... Ну... Я не знаю, опять... Как... Альфа ЛС... От Ку-квадрат... Делить... За Альфа... От Ку-воль в квадрате... Да? В зависимости... В степени... Там... Гамма... Да? Вот такая будет зависимость... От Ку-квадрат, да? Ну... Здесь... Либо будет... Гамма... Только для... Незинклетного представления... Либо будет... Собственное значение... Матрицы смешивания... Для синглетного... Для двух синглетных операторов... То есть, опять будет... Гамма... Ну... Гамма, я скажу... Незинклетная... Да? И гамма плюс-минус... Такие зависимости... Да? И эти, конечно... Они напрямую сопоставляются тем... Что у нас было... У нас были... Там... Интегралы... Вот... Ну, там у нас были... Я их обозначал... Какими буквами? А, что ли? А... Буквами А... 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 Вот... Ж... Да? Такими, что ли? Да? А? А плюс-минус... Ну, А плюс-минус... И просто... Ну, надо сказать... Что вот... Здесь вот... Я букву уже не писал... Да? Но на самом деле... У нас же операторы есть... Которые зависят... У нас есть три оператора... С разными жирами... То есть... Вот это есть... Гамма тоже зависит от жира... Правильно? Да... И эта гамма... Эти вот гамма... Они выражаются как раз через... Интегралы... От... Функции распределения... Да? Здесь интегралы... Эти гаммы выражаются через интегралы от функции распределения... И поэтому... Конечно, можно установить... Значит... Что можно установить? Выразить гамма через функции распределения... Это можно найти связь между вот этими гаммами и функциями распределения... И функциями распределения... А можно эти гаммы подсчитать в Я... как производную от конца перенормировки и получить те же самые выражения ну это конечно работа ежели Евгений Анатольевич хочет ее проделать может проделать, но эта работа она требует довольно заметных усилий и времени все что ли? ну тогда все до свидания все 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 все